Алексей Лошкевич У тебя 12 человек, и ты должен не думать о них, ты должен в своей голове составить, как это будет сочетаться. Думаю, что мне это в дальнейшем очень понадобится, и я рад, что у меня был такой опыт. Мерилом баскетбольного кайфа для Лошкевича, как и для любого профессионального спортсмена, являются победы и титулы. Но есть кое-что не менее ценное. Когда ты отдался полностью, то есть 100% игре, и ты чувствуешь, что ты уже в раздевалке, что ты не можешь встать, и у тебя вот это приятное чувство, что ты сделал максимально, то там уже, на мой взгляд, неважно, выиграл ты и проиграл. Но я сторонник всегда выигрывать. Тяжелый форвард никогда не позволял себе слабину. В свои почти 40 он старается быть примером для молодых. Я всегда был такой целеустремленный. Я всегда пытался максимум вложить. И на данный момент я тоже работаю над этим постоянно. Даже когда не играю, ничего не делаю. Я всегда за собой слежу, занимаюсь, стараюсь быть в форме, потому что на меня тоже смотрят воспитанники мои. Ложкевич в прошедшем сезоне, кажется, не пропустил ни одной домашней игры команды Александра Крутикова. Поэтому логично просьба оценить выступление флагмана белорусского баскетбола на международной арене. Этот сезон показал, что мы идем вверх, потому что постоянно фалькон был полный. То есть иногда было, что приходишь негде сесть. Просто стоишь и смотришь игру. Такое напряжение, люди болеют, много эмоций. Действительно, впервые в истории клуб борется и в двух кубках за плей-офф, в кубке Фиба он боролся вообще, за выход в четверку. Это, считаю, большая заслуга клуба, что так получилось. В своей продолжительной карьере, а это ни много ни мало 25 лет, Ложкевич имел трудовые отношения с четырьмя командами. Если отбросить юность в Руоре и молодость в РТИ АЗА, то остаются 11 лет в славянском домжале и 8 в минских тьмоках. По нынешним меркам такой срок – большая редкость. Карьера, начиная от Гомеля, где я тренировался, и сегодняшним днем, в принципе, доволен. Человек всегда, ну, по крайней мере, я анализирую, ну, то есть, что, как произошло, да. И проанализировал, я достиг, ну, то есть, то, что, в принципе, я хотел, я достиг. Если и осталась некая недосказанность на паркете, то связана она с национальной командой. В сборной Алексей дебютировал в 1999 году, однако закрепиться в составе не получилось. Там Егор Мещеряков, Владимир Веременко был, то есть, это все ребята на моей позиции. Саша Куль был, Алексеев был и Олег Коженец. То есть, пять человек, я считаю, меня привлекали один раз, но реально там, ну, как бы, была очень сильная конкуренция, и тогда не попал я в сборную. Начинающий тренер Лашкевич признается, что на нынешнюю сборную Беларуси приятно смотреть. Есть надежда на дальнейший прогресс. В тех же играх с Испанией, с Словенией, она показала, что у нее есть огромный потенциал, и, пожалуйста, все в наших руках в Черногории, и мы можем дальше пройти. И я считаю, что это по силам. Наши ребята показали, и я думаю, что у них есть шанс. Баскетбола в жизни экс-капитана от Смоков очень много. И данное обстоятельство нисколько его не напрягает. Иногда вместо того, чтобы от него отдохнуть, Алексей добирает просмотром и анализом. Все время смотрю баскетбол, когда есть возможность. Команда моя, ну, они выиграли. Мне, как бы, стиль подходит тренерский. Это «Реал Мадрид» на данный момент. В NBA после «Чикаго Буллс» нет моей любимой команды на данный момент. Ну, это у всех. Но там любимый игрок был Чарльз Баркли. Такого же примерно роста просто. И такого же напора. У нашего героя нетривиальные планы на отпуск. Пока кто-то путешествует по морям и океанам, Алексей собирается поколесить по родной стране. Любимый отдых, конечно, это, я думаю, многих, не только баскетболистов, это шашлык на природе, пару дней там отдохнуть. И, если честно, мы так с женой сели и подумали, что по Беларуси давно они ездили, да, в наших местах, как бы, красивых. И узнать больше о Беларуси хочется. И я думаю, июнь, как бы, возьмем больше, чтобы познакомиться еще больше с Беларусью, узнать что-то новое.